Важна реакция, интеллект и работа в команде. Еще 10 лет назад киберспорт только начинал свой путь по миру. Сейчас это не просто увлечение, а профессиональная индустрия. У нас создана даже федерация российская по киберспорту. Впервые чемпионат России по компьютерному спорту. Не в Москве, а в Челябинске. Ну опять же, если ты совершил ошибку, другой пилот же тоже может ее совершить. Мы разберемся, как устроен киберспорт. И какие деньги в нем крутятся. Для зрителя это такая, знаешь, вишенка на торте. Не просто тривиально. Ой-ой-ой! Ну как же так? Вот так вот ошибся Семен Литвак. Допустил Труханова. Запустил свой огород. И эта шайба дарит Максиму Трухану билет в финал чемпионата России по киберспорту. Магнитогорец обходит соперника из Башкирии Семена Литвака. Страсти кипят, болельщики в напряжении. Это лишь ступень на пути к кубку и золоту. Ну скажи, золото взять, большой у тебя шанс? Возможность прям есть. Я очень хочу золото взять. Ну как бы Челябинская область, свои стены, болельщики. Это приятно. Хочется выиграть. Хочется побить то, что у меня не получилось. Ну как бы свой рекорд. В том сезоне серебро, в этом сезоне только золото. Хочу выбрать. Лев Манкевич утро полуфинала встречает дома. Лева капитан команды Челябинской области по Доте-2. Это игра, где одна команда пытается разбить базу другой. И каждый выполняет строго отведенную роль. Например, Лева лидер и занимает центральную линию на поле. И за неделю до полуфинала его сборная проигрывает отборочный этап. Роковой оказывается встреча с Северной Осетией. И они нам просто не дали в один момент переломить игру, навязать свой темп. Грубо говоря, связали ее. Просто выждали и потом уже закончили. И нам было тяжело. Дух соперничества у Льва Манкевича с самого рождения. В детстве профессионально занимался футболом, а потом в жизни появилась Дота. Сперва просто как увлечение играл с друзьями в компьютерных клубах. Постепенно спорт виртуальный взял верх над реальным. Только на основном аккаунте у Львы наиграно больше 10 тысяч часов. Команде Манкевича давно не травны в Челябинске, а с прошлого года и в регионе. И всего этого не было бы без поддержки родителей. Я с 15 лет ездил там за город уже на турниры, там в Екатеринбург, отпрашивался у мамы. А потом лет с 17 уже начинало получаться, какие-то денежки появлялись. Поэтому родители всегда как-то... Ну плюс видели, что я не отступлюсь, понимали, что бесполезно со мной спорить, я все равно буду играть. И поэтому поддерживали вроде всегда, да. И вот когда папа узнал, что у нас в городе будет финал чемпионата России, я просто сижу дома, у меня звонок, я беру трубку, он говорит, ты в курсе, что финалы будут в юности? Я такой, ну да, он такой, только попробуй не выйти. Те, кто постарше, наверное, помнят, как начинались соревнования по компьютерным играм. В конце 90-х, начале нулевых, это пыльные завтанные помещения на 20, максимум 40 человек. Безлимитного интернета тогда ни у кого не было. Поэтому дети после школы просиживают все свободное время в компьютерных клубах, играя по сетке в Quake, Contru и новомодную карту для третьего Варкрафта с необычным названием Dota. Зародился киберспорт почти полвека назад, в 1972 году, когда в одном из кампусов Стэнфордского университета студенты организовали соревнования по игре Space War 1961 года. Победителю тогда вручили подписку на журнал Rolling Stone. Соревнования в Америке и Европе проводились на дому, затем в торговых центрах на аркадных автоматах. Постепенно видеоигры привлекали все больше внимания в газетах и журналах, а к 90-м годам киберспорт добрался и до телевидения. В России игровые турниры начали проводить в 90-х, только в Москве и только по файтингам, где персонажи бьются в рукопашную. Самый крупный чемпионат прошел в 1996 году по Killer Instinct. Он собрал 2000 участников. Тогда и стало ясно, что это только начало. Ведь будут другие чемпионаты, будут другие игры, будут чемпионаты России, а может быть даже не мира. Так и случилось. В 2000 году в России основывают Федерацию компьютерного спорта. 25 июля 2001 года Россия становится первой страной в мире, которая признает игры официальной дисциплиной. Но в 2006-м киберспорт исключают из реестра. Тогда в России турниры между геймерами становятся локальными, как говорят местечковыми, за редким исключением выходя на городской уровень. Уже к началу 10-х годов в компьютерные клубы молодежь почти не ходят. У большинства городских жителей есть широкополосный интернет, смартфоны и доступ к площадкам видеохостинга. В новой уже цифровой эре появляется и новая Дота, а благодаря ей киберспорт становится массовым увлечением. Игроки начнут получать миллионы долларов призовых и мировую известность. А первый главный чемпионат по Доте 2, Интернешнл, в 2011-м году выиграет украинская команда Нави с лозунгом «Рожденные побеждать». Больше всего в киберспорте зарабатывают на турнирах именно Дотера. Ежегодно призовой фонд Интернешнл увеличивается за счет внутриигровых покупок. В период сбора средств разработчики отчисляют 25% со всех сделок в игре на счет турнира. Призовые настолько большие, что киберспортсмены после победы нередко завершают карьеру. К примеру, призовой фонд The International 2019 был больше 34 миллионов долларов. Победители турнира европейская команда OG получила больше 15 миллионов долларов на команду. Это более 3 миллионов на человека. У серебряных призеров европейцев Team Liquid существенно меньше – почти 4,5 миллиона долларов. Но и такие деньги нечасто получишь в большом киберспорте. Третье место в финале занимают китайцы PSG LGD Gaming и зарабатывают чуть больше 3 миллионов долларов. В России тоже есть команды по киберспорту мирового уровня. Team Empire и Virtus.pro ежегодно выступают на главных турнирах по Доте 2. Последние несколько раз были в пятерке сильнейших команд мира на Интернешнале. Virtus.pro просто без шанса разрывает здесь. С 2016 года киберспорт снова включают в реестр официальных видов спорта России. Со следующего года проводятся чемпионаты страны. Компьютерные клубы получают второй шанс, но уже их принято называть кибераренами. Теперь в заведениях можно поиграть и в так называемых буткемпах – отдельных вип-комнатах, где стоят лучшие компьютеры, сравнимые по стоимости с поддержанной иномаркой. Данная комната – это буткемп, своего рода называется. Здесь находятся пять компьютеров с топовой периферией, крутые мониторы с большой герцовкой. Здесь ребята могут приходить, играть именно в команды, соревновательные игры. Раньше это было так, что это были маленькие, так скажем, квартиры, которые на первом этаже. Люди арендовали, когда участники ставили подряд так же компьютеры, как они здесь стоят. Ну то есть сейчас-то все перерастает в более масштабное. То есть сейчас можно и покушать, сейчас можно и полежать отдохнуть, сейчас можно и посмотреть трансляцию. То есть развитие идет, и мы эволюционируем, эволюционирует все. Чтобы начать киберспортивную карьеру, нужен стартовый капитал. Игровой компьютер вместе с монитором начинающему геймеру обойдется минимум в 100 тысяч рублей. Плюс к нему нужны игровые мышка, наушники и клавиатура, а это около 20 тысяч. Мобильным киберспортсменам достаточно производительного смартфона. Тут цена самая демократичная – от 10 тысяч рублей. Для профессиональных игр в спортивные симуляторы или файтинги хватит приставки. Ее цена от 25 до 50 тысяч рублей. Плюс телевизор, хорошие наушники и хотя бы одна игра. Как и в обычном футболе или хоккее, за каждым профессиональным игроком и командой, как правило, стоит клуб. Он нанимает геймеров, тренирует и платит. Киберспортсмены часто снимаются в рекламе, первыми пробуют новые игры или комплектующие. Реклама приносит доход и самим клубам, а еще продажа мерча, то есть брендированной одежды или игрушек. Средства в индустрию приходят от ставок на турнирах, продажи игр, техники, прав на трансляцию чемпионатов. Так и формируется огромный рынок. Киберспорт сегодня, я думаю, это как стартап, то есть он зарождается и очень быстро развивается, потому что уже люди получают деньги за то, что играют, это уже для них как работа, то есть люди подходят к этому ответственно. В каждой стране, где киберспорт принят государством, есть отдельная федерация и ассоциация. Последняя выполняет функции профсоюза и должна защищать права геймеров. Федерация же отвечает за организацию соревнований и соблюдение правил, которые вполне реальны. Даже начиная с аэропорта, заканчивая отелем, там, где мы успели прогуляться, везде вывески, везде, собственно, народ просветили о том, что будет происходить, это очень клево. А на самом месте проведение здесь достаточно атмосферно, то есть со входа, начиная от бежуха для людей, причем разного, просто не только киберспорт, там можно, по-моему, было поиграть в гольф, там, дронами поразвлекаться, да, уже не заходя сюда, здесь тоже какая-то бежуха есть, то есть, в принципе, то, что сделали организаторы, это круто, мне прямо очень нравится. Очень классная сцена, очень много народу, видно, что люди в вашем регионе любят киберспорт, опять же, сцена, зрители почти полностью забили весь стадион, редко где можно такое увидеть, и все круто, великолепно, приняли хорошо, Тенгенского, обожаю. Сами игроки размещаются вот на вот этой вот сцене. Именно здесь, во дворце спорта «Юность», на этой арене, которая сейчас еще монтируется, и пройдут главные сражения кибератлетов со всей России. Фаворитом турнира является дисциплина «Дота-2». Здесь организаторы специально для нее обустраивают полностью всю площадь арены и делят ее на две части, как и в игре. Справа от меня будет сторона света, слева – сторона тьмы. И во время игры, когда кто-то выигрывает или, наоборот, проигрывает, будут отображаться световые и аудиоэффекты. Исход великой битвы близится, и самым сильным откроется путь победителя. На века имена их обретут славу. Так гласит пророчество. В финале соревнований принимают участие 40 сильнейших киберспортсменов страны из 16 регионов. Открывает заключительный этап чемпионата России по компьютерному спорту губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мы, наш регион активно развивается, мы любим все новое, то, что привлекает молодежь. И надо сказать, что компьютерный спорт – это как раз та новая интересная активность, которой с удовольствием занимаются дети, занимается молодежь. Мне сказали, что и более старшего возраста подтягиваюсь, и я для себя принял решение обратить на это внимание. Кибератлеты в этом году сражаются в шести дисциплинах. Боевая арена Дута 2, стратегия в реальном времени Старкрафт 2, спортивный симулятор НХЛ-21, файтинг Теккен 7, симулятор дронрейсинга DCL, The Game и соревновательная головоломка Clash Royale. В последний игрокам нужно уничтожать башни друг друга и защищать собственные с помощью уникальных карт. Clash Royale особенно выделяется среди всех дисциплин. Играют кибератлеты в нее на телефоне. У нее есть ограниченное время на парте, при этом она равная для двух игроков, и она бессюжетная. Все подходит под киберспорт. Те, кто увидит ее в первый раз, достаточно просто поймут, что в ней нужно сделать, и кто побеждает. Clash Royale требует очень мало времени на одну игру, то есть всего пять минут. Ты можешь пойти на обед, при этом достать телефон и сыграть 3-4 игры абсолютно спокойно. Не требуется никаких вложений, никаких вливаний, ты просто устанавливаешь, достаточно просто в нее играешь и завоевываешь кубки. Победа чистейшая 4-0. Даже государства уже осознали, что киберспорт — это серьезно. Меняется и отношение родителей геймеров. Многие перестали считать увлечение детей блажью и тратой времени. Отец Льва Манкевича не только болеет за сына на соревнованиях, но и покупает апгрейды для игрового компьютера. Я ждал, я хотел, чтобы уж каким-то образом это принесло какие-то плоды в его увлечение, потому что увлечение — это все-таки человек получает от этого удовольствие. И если он еще в этом и прогрессирует, то это хорошо. 24-летнему Максиму Труханову из Магнитогорска пока поддержки родителей не хватает. Ну, это же игры, то есть поколение родителей, для них это не спорт. Как бы то, что даже признали. Как бы молодежь, да, поддерживает. Родителям как бы, ну, играешь, как бы это хобби просто. Как бы мне никто это не запрещает. Максим каждую зиму встает на коньки и играет в реальный хоккей. Но ему все-таки привычнее орудовать виртуальной клюшкой, сидя на диване перед телевизором. А еще это дешевле, чем заниматься классическим спортом. Если, допустим, покупать PlayStation, ну, 1030-1035. А хоккейная экипировка узнала, сколько стоит? Больше. Раза в три. Где-то так. И при этом, если надо заниматься с детства, то постоянно я... Постоянно я плачусь. А хоккей ты поиграл год. На следующий год вышла другая часть, ты ее купил. И так вот каждый год. Но тренироваться нужно так же много и серьезно, как обычному спортсмену. В среднем на матч уходит по 5 часов в день. Плюс просмотры видео, анализ других команд. Перерыв Максим берет только за пару дней до соревнований. Перед чемпионатом я стараюсь больше отдыхать, чтобы не нагружаться. И этому особо ничего не поможет. Больше отдыхаешь, больше шансов на победу. Где большая нагрузка и большие деньги, могут быть и большие эмоциональные потрясения. Максим Тарасов, киберспортсмен со стажем, 6 лет играет в Лигу Легенд профессионально. В 2019 году Максим впервые сталкивается с выгоранием, когда готовится к крупному турниру в Москве. Кибератлет переезжает на 2 месяца в столицу. На протяжении нескольких недель играет по 12 часов в сутки, почти без выходных. Не выходя из дома. В 6 дней я играю. Прямо играю своими днями, только об этом и думаю. И друзей как таковых нет. Мы, конечно, хорошо общались, допустим, с некоторыми ребятами. Но все равно друзей нет. И как-то все в себе держишь. Все это как-то накручивается, накручивается. И потом вот раз. И я понял, что я перегорел. Я понял, что я не получаю вообще удовольствия от игры. У меня не получалось то, что я хотел, чтобы у меня получилось. И вот мне еще надо было играть месяц или полтора. Уже турнирные игры. А я уже перегорел к этому времени. Выгорание Максима перешло в депрессию. Геймеру не приносили радости ни игры, ни музыка, ни даже общение с близкими. Обрести гармонию и со временем вернуться в игры Максиму помогает помощь психолога. И несколько курсов антидепрессантов. Кибератлетам легко играть сутками. Но куда сложнее потом наверстывать упущенное время с друзьями и близкими, считают психологи, теряется навык жизни в обществе. Они не только интеллектуально очень хорошо развиты. Они опережают иногда своих сверстников по школьным дисциплинам. Они очень хорошо соображают. У них хорошее абстрактное мышление. Но речь идет о том, что человек адаптируется в жизни за счет эмоционального, социального интеллекта, который предполагает такие умения, как считывать эмоции людей, уметь находить общий язык, контактировать, достигать своей или общей цели. Это выглядит иногда очень для них стрессовым фактором. И они этого всячески начинают избегать. Психологи рекомендуют кибератлетам чередовать тренировки с бытовыми делами. Обязательно иметь хобби, не связанное с играми, и планировать дни. Так удобнее переключаться между занятиями. Челябинск. Хоккейная мекка Урала. Неудивительно, что и на чемпионате по компьютерному спорту все внимание зрителей приковывает финал по киберхоккею. Удачи игрокам желают звезды реальной НХЛ. Южноуральцы Артемий Панарин и Евгений Кузнецов. 3-1. По такой игре будет очень тяжело Труханову возвращаться. В финале чемпионата России Максим Труханов, южноуральец из Магнитогорска, сошелся с Сергеем Филипповым из Санкт-Петербурга. Бой идет на равных. Первый матч они сыграли почти ноль в ноль. Каждый не уступал. И только в дополнительное время Филиппов смог реализовать вбрасывание. Но уже в следующем матче Максим Труханов забил 7 шайб и выиграл очень уверенно. Сейчас в третьем матче ему снова приходится отбиваться. Но все равно ситуация непредсказуемая. Каждый может выиграть. Сражаются киберхоккеисты до трех побед. Идет уже третий час игры. Победитель все еще не определен. Почти все трибуны болеют за Максима. Очень интересно. Хороший нотал. Борьбы очень много. Я надеюсь, Челябин все-таки победит. На грани. На грани. Вообще интрига сохраняется. Очень интересно. Также на чемпионате России по компьютерному спорту фестиваль косплея. Призовой фонд 150 тысяч рублей. И все косплееры уже здесь. Подобрать образ можно прямо на чемпионате. Я, например, вот надел шапку малыша йоды. Сейчас посмотрим, поговорим с косплеерами. Вот как у них это все получается. Это Нестор Махно. Не жизнь, а сказка. Просто ребята желаем всем. Это жизнь, это реально человек. Я понимаю, ты пашистик, как Нестор Махно. Почти, но я не совсем анархист, конечно. Местами танцевального и жаркого настроения. Почему я могу? Ну у меня просто такой костюм хороший есть. Я решил его надеть. Я репетировал. Похоже на холостях. А сколько игровой костюм стоит? Игровой костюм стоит, ну, честно сказать, очень дорого. Часто костюмы самые дешевые могут начинаться от 50 тысяч. А самые дорогие уже от 50, 60 и так далее. Это все зависит от материалов выбранного персонажа и так далее. А сколько стоит твой парик? Мой парик стоит около 2 тысяч рублей. Сколько у тебя не занимаетесь? Ну, я где-то, не знаю, года не точно. Я уже 10 лет. А тебе сколько? 27. Не выглядишь ни разу. Хорошо сохранилось. Спасибо. Вокруг киберспорта вырастает огромная субкультура. И появляются противники, которые считают, что игры провоцируют агрессию и даже приводят к росту уровня преступности. Правда, убедительных доказательств этих теорий ученые пока не нашли. Все зависит от личности человека, воспитания и окружения. Где тонко, там и рвется. Если у человека была предрасположенность к таким вот манифестациям агрессии, к тому, чтобы позиционировать себя как доминирующего захватчика, агрессора, то компьютерные игры ему в этом способствуют. Они подогревают его. И выходя уже за рамки этого виртуального пространства, человек может сохранить эти тенденции к доминированию, к захвату, да, и транслировать их в обычной жизни. Очень часто, наоборот, выплеск накопившегося напряжения, агрессии с помощью компьютерных игр, он является таким терапевтическим даже в какой-то степени. Как вообще киберспорт тебе? Тем временем решающий матч. В турнире по киберхоккей открывает Максим Труханов, но соперник не уступает. Взяв оборону южноуралец изредка рискует и не нарушает правила. К третьему периоду он вырывается вперед, но в последние минуты противник сравнивает счет. Лишь в обертайме Максим закидывает ту самую золотую шайбу. Южноуралец становится чемпионом России по киберхоккею. Передактор на кросс, бегом, все, все, это победа, это победа. Максим Труханов, представитель Челябинской области, впервые в своей квартирной истории, становится чемпионом России. Вот это да! Блин, и увертайм в решающем матче, это вообще круто, это эмоции вообще просто. Тебя поддерживал весь данный, ты вышел на ужин? Да, я слышал, кажется. Ну, блин, это круто. Такой поддержки почему, ну, не ощущал особо. То есть, она придает сил прям. За победу в турнире Максим Труханов получает кубок чемпиона, золотую медаль, первый взрослый, разряд по киберспорту и призовые 90 тысяч рублей. Еще один южноуралец, Илья Коляда, становится чемпионом по Доте 2. Правда, в составе команды Республики Марий Эл. Кстати, для них это первый турнир, а соперников обыгрывает сухую. Нужен баш, нужен трэмбач! Есть трэмбач от Коста! Забирают кубок, медали и 700 тысяч рублей. Там игроки поименитые, у них есть организация, а мы так, друзьяшки собрались, так, так сказать, на турик зарегались. Но мы всегда агрессивно играли, хотели давить, давить, давить. Толстых героев берем и просто идем у них. А для челябинской команды по Доте и ее лидера Льва Манкевича выступление на киберчемпионате страны становится решающим в спортивной карьере. Как и в любом большом спорте, ставки здесь высоки. Все или ничего? Последний шанс. А почему? Ну, дальше уже никто не хочет играть. Там давно были посылки к этому. Но конкретное решение, что кто-то устал играть, кто-то уже хочет жизнью заняться. Призовой фонд чемпионата России пока далек от выигрышей в самых престижных международных турнирах. Так что до жизни, как в сказке, у кибератлетов долгий путь. Пока игрокам приходится подрабатывать на стороне. Но ведь все с чего-то начинают. Киберспорт – это то, с помощью чего человек может стать успешным в нашем цифровом мире. Вот ради чего мы развиваем. Поэтому это массовые, в первую очередь, соревнования. Причем это не в соревнованиях у нас и за 60 принимают участие. Это вот тот человек, который, несмотря на свой возраст, оказался здесь в финале. Он доказывает, что несмотря на то, что киберспорт – это спорт молодых, и скорость реакции важна, все равно умение, навык, опыт – это тоже очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова